Здравствуйте дорогие друзья, снова вы на канале Beautiful World, мы продолжаем цикл передачи разговора главным и сегодня в гостях у нас молодой талантливый человек по профессии художник, божий промысел, ремесленник Виктория, прошу любить и жаловать, поговорим мы с ней сегодня не столько о профессии, сколько о судьбе, как человек существует в этом мире, как он себя позиционирует, что ему дает его профессия, в общем, что с этим делать и как с этим быть. Здравствуй Виктория, ну и первый вопрос мы тебе зададим такой, почему ты рисуешь? Рисую потому что нравится, потому что душа лежит, я как-то с детства очень любила рисовать, но не любила ходить в всякие кружки, вот такие развивашки и в 11 классе я поняла, что я точно хочу дальнейшую жизнь связать уже с творчеством, с рисованием, поэтому поступила в ЮФУ, это сейчас Академия Архитектуры и Искусства, на худграф, проще говоря, его и раньше так все называли и сейчас, в принципе, бытует такое название, где отучилась, закончила и дальше стараюсь рисовать и заниматься много чем, не бросать это дело, потому что оно приносит удовольствие большое. Специализация у тебя на студографии была? Сейчас это у нас изображительное искусство. Просто изображительное искусство? Да, да. Хорошо. Был ли в жизни у тебя момент, когда вдохновение уходило? Вообще, как это происходит? Ну, у всех по-разному, у меня по-разному, впадаешь в какое-то такое уныние, депрессию, надо там недельку-две отдохнуть, расширить свое сознание, ну, в общем, не хочется, вот профессия как-то вот, она отталкивает тебя, не твое это, и обычно, вот я каждый год занимался чем-то другим, обычно это так называемые новогодние каникулы, я, допустим, целый год занимался проектированием, а в новогодние каникулы уходил и занимался там росписью стен на месяц, то есть такая встряска, и потом назад возвращается полная сила энергии. Как у тебя это происходит? Да, у меня тоже бывает такое, ну, сказать, что каждый год, как какое-то весеннее, что ли, или осеннее обострение, когда, в принципе, хандра какая-то наступает, и не хочется ни кисти брать, ни творить, вообще, в принципе, ничего не хочется делать, какая-то апатия, но я стараюсь поменять свою деятельность, вот тоже, как вы, я, получается, в основном занимаюсь росписью стен, а занимаюсь еще, например, аквагримом, то есть вот мне надоело, я чувствую, что я не могу больше писать, у меня нет вот этого какого-то масштабного видения, я не вижу ничего, все, я ухожу, я занимаюсь аквагримом, я отдохну, возможно, я еще подпитываюсь от деток, потому что, когда занимаешься аквагримом, это, ну, твои клиенты, скажем так, это дети, на которых рисуешь, и они очень рады этому, у них столько энергии, столько эмоций, которыми я подзаряжаюсь, и мне потом хочется дальше творить, заниматься уже именно своим делом, ну, росписью стен, там, или картины какие-то писать, то есть, бывает, да, бывают такие моменты, когда все надоедает. Кроме рисования, росписи, ну, и смежных каких-то таких специальностей, какие еще увлечения у тебя в жизни? Мне всегда нравилось петь, я пою, ну, так, дома, вообще, конечно, когда училась в школе, я занималась и вокалом, я и выступала, понятно, на всякие, мы детские вот эти соревнования ездили, концерты, выступали, много делали, то есть, мне нравится вот эта жизнь творческая во всех ключах, я и пою, и танцую, четко не делаю, так сразу, ну, творческий человек, он творческий. Во всем творческом, да, творческий человек, во всем. Так, вот смотри, значит, услышал я про аквагрим, аэрографией никогда не занималась? Аэрографией не занималась, но мне вот все хочется попробовать, я знаю, что это другая специфика, это не так, потому что аквагрим все-таки и роспись стен, это кисть, а аэрография, это уже другие материалы абсолютно, хочется попробовать. Я почему-то вопрос задал, вот из своей практики, еще в студенчестве первый раз я попробовал аэрограф, и всю жизнь была вот такая, знаешь, мечта идет, аэрограф, 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 потом в конце концов я сделал аэрографическую мастерскую, она просуществовала ровно год, мечта идиота исполнилась, и все, аэрографы сейчас благополучно лежат вместе с компрессорами и на полочке. Вот, а что, вот в твоей профессии есть что-то такое, что-то такое, такая сфера деятельности, которая еще не сбылась, ну вот где-то она там теплится? Ну, я гравировкой занималась, причем мне захотелось так вот как-то спонтанно, мне захотелось заниматься гравировкой, и не просто как там, ну какие-то мелочи, да, на колечках там или на часах гравировку делать, я в свое время начала делать прям картины на стекле, гравировкой я купила дорогой аэрограф, все материалы, фрезы, и занималась именно этим, мне прям, ну очень нравилось, но работа это такая, все-таки это дышать стеклом, все-таки должно быть какое-то помещение очень хорошо оборудовано, да, я по стеклу, я делала прям работы большие, и студенткой, и уже после этого, на заказ, на продажу, конечно, и себе дома там некоторые остались, уже любимые работы, с которыми я не могу расстаться. Ну то есть в принципе ты эту нишу как бы опробовала, да, и она у тебя в копилке лежит, то есть в любой момент ты можешь на этом заработать. Да, да. Теперь вот плавно переходим к шкурному вопросу. Как ты существуешь благодаря своей профессии? На масло хватает? Хватает. Хватает? На же скоркой иногда, да. Еще сверху масло чем-нибудь на масло, да? Да, 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 что-нибудь есть. Ну это хорошо, в принципе радует, когда мы не на паперке, а живем в своей профессии. Так, сейчас еще у меня тут интересный вопрос был. Прежде чем начать рисовать, есть у тебя какой-нибудь ритуал? Молишься, лбом стучишь? Да не сказала бы я, что... Свечку не ставишь? Нет, не молюсь, свечку не ставлю. Ну, я иногда включаю любимую песенку какую-нибудь, вот я пока хожу, раскладываю кисти, вот подготовкой занимаюсь стены, например, я вот пою ее, причем пою не по-тихому, там по носу, а именно в голос. И мне вот после того, как я спою или в этот момент, у меня какие-то силы приходят, я не знаю, вот именно начать. И да, видимо, да. Вот так, чтобы взять и сделать быстро эту работу или как-то... Бывают заказы, например, такие, которые не нравятся. То есть люди что-то хотят, а мне вот душа не лежит, но их приходится делать, потому что это деньги как бы. И вот для этого нужно настраиваться. Бывают, конечно, легкие работы, которые так, одним движением руки, как бы в легкую сходят, и это все быстро проходит, и удовольствие огромное получаешь. Вот из твоего ответа, давай тогда так плавно перейдем, интересно понимать, что для тебя творчество. Творчество, это, наверное, какая-то, не знаю, это для меня успокоение, с одной стороны. С другой стороны, это получение какой-то энергии и удовольствие, в принципе, от процесса. И когда ты сделал работу, ты смотришь, да, вот это то, что я хотела, это я добилась всего, что было задумано мной. Какое-то удовлетворение, что ли, от процесса и от, в принципе, завершения работы. Какие-то, наверное, свои тешишь моменты. Ну вот смотри, в принципе, ты живешь еще не столько много и в профессии не столько долго. Вот для себя ты на данный момент определила, какой жанр для тебя, ну так скажем, любимый на сегодняшний день? Еще, наверное, нет. Я точно знаю, что портрет мне не очень. Ну, наверное, пейзаж может быть лучше, как-то больше он по душе, именно какие-то растительные, да, мотивы, что-то такое. Наверное, пейзаж это будет все-таки пока что. Но это все равно связано с живописью. Не обязательно с графикой, мне нравятся графические, то есть изображения, играть именно, да, в тоне, вот это свет-тень, это даже ближе, наверное, чем живопись. А, допустим, вот фотография тоже свет-тень, та же самая графика, в принципе. Ну, все-таки мне нравится больше делать что-то руками. Не фотография, когда ты сфотографировал, да, тебе техника все это выдала, помогла, а именно когда, я получаю удовольствие, когда делаю это руками, своей кистью там или еще какими-то материалами. Но, смотри, опять же, вот ты, допустим, с гравером работала, это тоже техника, но ты его укращаешь, ты с помощью гравера создаешь какой-то точно тот же самый фотоаппарат. Наверное, просто не пробовала еще. Ну, возможно, возможно. Возможно, да, действительно настоящий фотоаппарат, где нужно все самому настраивать, а не так, что на авторежиме пофоткал селфи и все. Ну, и тогда, если для тебя пейзаж, я тогда не буду спрашивать про твоих любимых авторов, потому что, ну, если пейзаж, в принципе, можно и догадаться. Расскажи нам тогда вот еще такой момент. Твой самый запоминающийся день, вот как он начался, как он прошел и как он закончился. Только чтобы он был связан именно с творчеством, с профессией. Самый запоминающийся день. Наверное, это день вообще, когда я первый раз взяла в руки кисти и поняла, что у меня получается все как-то. Не то, чтобы получается правильно, а как-то получается как надо. То есть я все равно училась, и когда ты учишься, ты еще не осознаешь того, что ты делаешь особо. То есть тебе преподаватели в голову вбивают информацию, но она еще в голове не уложилась. Ты делаешь, потому что в голове, видишь, так вот это, вот это надо сделать так, это так писать, это так рисовать. А когда первый раз, вот когда первый раз я поняла, я рисую, и все эти мысли, они в голове, все эти знания, они в голове устаканились, и ты об этом не думаешь. И вот оно просто выходит из-под кисти, так как нужно, так как хочется. Хотя ты об этом не задумываешься, как-то на автомате, что ли. То есть ты понимаешь, что твоей рукой не ты ведешь. Да, да. Да, вот этот момент был. Значит, отсюда мы делаем вывод, что это дается в дар. Да, да, это дар. Виктория, поделись, пожалуйста, со зрителями рисовальными лайфхаками или лайфхаками для рисования. Что ты считаешь, ты придумала или у кого-то позаимствовала в удобстве работы? Интересный такой вопрос с лайфхаками рисовальными. Ну, может быть, трафареты, но, как оказалось, это совсем неудобно. Особенно трафарет же нужно сначала сделать, а потом только его использовать. Если бы они продавались где-то готовы, это замечательный лайфхак. Еще он должен быть многоразовый. Еще он должен быть многоразовый, да. Однажды я пробовала, но это больше заморочишься. Удобнее самому сделать быстрее, без лайфхаков. Ну, а за свою творческую жизнь доводилось участвовать в каких-нибудь выставках? Да, доводилось. Я года три подряд участвовала в выставке «Молодые художники Дона», которая проходит, но она не в Ростове проходит, она проходит в Новочеркасске каждый год. И очень хорошая выставка. Молодым художникам очень советую там поучаствовать, потому что это такой опыт, и посмотреть себя, насколько ты можешь, насколько у тебя уровень подходит для выставок, и как бы сравнить себя с другими ребятами. Потому что там выставляются уже и именитые художники даже, ну, как пример, и молодые такие начинающие. Ну, а нет в планах жизненных стать членом какого-нибудь творческого союза? Ой, я вообще очень хотела. Еще когда студенткой была, мне очень захватила эта жизнь, и я мечтала вообще попасть, стать членом союза художников в Ростове. Я как-то готовилась к этому моменту. Ну, не получилось пока еще. Я думаю, это еще в будущем у меня. Ну, еще у нас и молодежное отделение. Да, да. Да, да, вот именно... Он как раз курирует. Именно туда я и хотела, да. Поможем. Так, что еще? Про выставки поговорили. Вот про учеников. Доводилось ли тебе воспитывать каких-нибудь учеников своих? Да, да. Ну, одно время я преподавала в детской художественной школе. Но тут детки рисовали. Они, в принципе, и так все. Потому что в художественную школу ходят дети уже готовые рисовать. Они это любят. И они все очень творческие. Там особо даже учить не надо. Они все сами со своим видением. Они это схватывают. Да, скорее я чему-то научилась у них. Но и были у меня двое маленьких деток. Я приезжала, преподавала, ну, как бы, частно на дому. Потому что там 4 года и 3 года. Очень талантливые дети. Я так думаю, либо талант, либо то, что их рано начали учить. Они видели такие вещи, которые не видят, например, взрослые люди. Может быть, их даже и не учили, а просто им не запрещали. Да, им не запрещали. Они рисовали свободно. И там самое главное не запрещать. Вот, что еще хочется спросить тебя. Ты не будешь возражать, если мы в процессе монтажа этого видеоролика вставим какие-то твои работы в материале уже непосредственно на объектах. Не с целью рекламы, а с целью популяризации. Да, конечно, это будет очень здорово. Я буду рада, если кто-то посмотрит и захочет стать тоже художником, захочет заниматься росписью или еще чем-то, чем я занимаюсь. Конечно, с удовольствием. Ну что ж, друзья, на этом решите с вами попрощаться. Вы были в гостях у студии Beautiful World. С вами был я, Сергей Филата, и наш гость Виктория, талантливый художник. Спасибо. До новых встреч. Стоп. Забыл. Не забудьте подписаться на Евгения на студию Beautiful World, поставить пальчики вверх и нажать на колокольчики, чтобы в следующий раз не пропустить интересную встречу и интересную беседу. Всех до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok